Всем привет дорогие друзья, с вами First One и сегодня мы будем проходить миссии операции разоружения. Их тут немало, их тут целая куча. 4 дня 20 часов осталось до конца, я на выходных не снимал, поэтому давайте в ускоренном темпе отправляемся. Первая наша миссия это вырванное жало. Ну, один жетон, как понятно, ничего особо сложного, так что я думаю мы сегодня вообще будем снимать и проходить миссии в маленько ускоренном темпе. Вот в целом я все миссии, которые прошел, которые покажусь в сегодняшнем видео, я потратил на это час, вот у меня час видео. Ну, понятное дело, что час это много, поэтому сокращу, где-то вырежу неудачные попытки прохождения, а такие попытки были, ну, не для этих легких миссий, а все-таки для миссий посложнее. Где-то там обрежу моменты, где там войска просто идут, допустим, после победы до флага. В общем, постараюсь максимально кратко и емко показать свой игровой процесс. Также, друзья, хотел сказать, что для себя я уровень сложности вот этого данного ивента, можно сказать, значительно понизил тем, что, ну, когда ивент начался, я потратил 4 с лишним тысячи золотых, которые у меня были, то есть, ну, скорее всего, я все-таки скакнул, да, вперед по своей силе, лиге. И войска вражеские в ивенте для моей текущей прокачки должны были быть посложнее. Но, так сказать, можно сказать, там, обманул систему, хотя, наверное, нельзя, просто потратил золотые, которые были, стал сильнее, а войска противника, ну, послабже. Я думаю, в следующих ивентах мне будет труднее. Также хотел бы отметить, что этот ивент, это все-таки повторение, да, когда-то мы уже участвовали в подобном ивенте, все эти карты проходили. Если хотите, можете посмотреть мои ранние выпуски, я точно не скажу, в каком, не помню, но вот тогда я проходил эти миссии с более слабыми войсками, с более слабой прокачкой и с большим трудом, нежели сейчас. Поэтому, ну, не у всех же такие прокачанные войска, как у меня сейчас, поэтому для вас, наверное, будет объективнее посмотреть мое старое видео. Там, там у меня не такие сильные войска, поэтому, возможно, какие-то тактические решения будут вам более применимы. Я бы даже, наверное, знаете, друзья, более того сказал, это старое видео от того, как я проходил операцию разоружения, не мешало бы посмотреть и мне самому, потому что, ну, вот я сейчас проходил многие миссии, ну, как бы, не глядя, я не помнил, какая миссия меня ждет, куда лучше высаживать войска. То есть, сейчас у меня многие миссии пройдены благодаря тому, что у меня сильные войска, а вот именно тогда, когда я проходил этот ивент раньше, я переигрывал некоторые миссии, там, по 10, 15, 20 раз, чтобы достигнуть какого-то лучшего результата. И, естественно, мне бы, ну, скажем так, не помешало бы посмотреть прежние видео свои, чтобы посмотреть уже выработанную тактику и действовать, ну, так сказать, по проверенной схеме. Поэтому в этот раз, ну, в целом мне было гораздо проще, да, вот о чем говорить. Я многие миссии не переигрывал, а если и переигрывал, то не так, как раньше, там, по 10, 15, 20 раз, а хватало там 2-3 переигровки и все-таки достигал успеха. Ну, не знаю, посмотрим, что еще будет ждать нас на трешках, там, наверное, нам будет сложнее, но это уже будет не в этом выпуске. Здесь мы все-таки будем проходить миссии на один жетон и на два жетона. В целом, вот про эту миссию, которую мы сейчас играем, хотел бы сказать, что на нее, наверное, взял изрядно много войск, можно было поменьше. В том плане, что я взял два танка, два ската и начинал свою партию, ну, как бы у меня были танки, да, на раздаче изначально. Лучше все-таки тут начинать с пары отрядов пулеметчиков, но у меня не было такой возможности, потому что всю ленту выбора войска заняли какие-то не особо нужные отряды. Но в целом это все, конечно, незначительно. Так, ну, не знаю, танк, наверное, хотелось бы сэкономить, не знаю, получится или нет, сейчас попробуем. Да, обойдемся здесь без танка. Давайте, ребята, ходу-ходу, оп-оп-оп, побыстрее, в общем, тут я ускорил. Хотя, в целом, мог бы, ну, я не знаю, мог бы просто вырезать этот момент. Я даже, знаете, ребята, вот изначально, когда делал это видео, у меня была такая мысль, может быть, все миссии на один жетон показать в ускоренном темпе, потому что они довольно простенькие и, ну, мне кажется, не особо интересно смотреть. Но потом я решил, что оставлю все как есть. Вообще, тем более, что, ну, зачем мне там ускорять, да, ведь даже в YouTube есть такая функция, любой желающий может там в краю, да, там, снизу справа, есть такая настройка, можно смотреть видео уже заранее ускоренное, там, в два раза, в полтора, кому как удобнее. И при этом еще становится очень смешной голос. А если замедлить видео, то голос становится как, как будто я, какой-то пьяница говорит, не знаю, можете попробовать и посмеяться. Так, ну ладно, мы просто стягиваем войска в центр, не знаю, хорошая эта тактика или нет, но, не знаю, при моем текущем уровне войск и при слабостях противника, в общем, любая тактика, наверное, тут срабатывает. Ребята, давайте хоть гранату киньте. Отлично. У нас пулеметчики слишком близко к вражескому спауну, подошли и сразу гранатами с респауна закидывают. Вот эту БМП можно было, наверное, скатом ударить вместе с войсками. Ну ладно, обойдемся пока без этого. Скаты все-таки лучше экономить, а вот войск, войска не так жалко. Так, вот у нас пулеметчики сражаются против БМП, это плохо, лучше бы туда пехотинцы подошли, пару раз с РПГ шмальнули и было бы замечательно. Блин, один пехотинец не успевает сделать выстрел, его добивает БМП. Ну ладно, давайте вот вам отряд пехотинцев, пусть они-то тут разберутся. Ну вот и все, друзья, врагов не осталось, забираем флаг, получаем наш жетон и наша следующая миссия, отрезвление, отправляемся. Вот тут тоже, я не помню, куда я отправлял войска, мне кажется, что-то, может, центр держал, может, все-таки пытался по какому-то краю пройтись. Сейчас, не знаю, наверняка вот когда я первый раз играл этот ивент, я пробовал разные тактики и там в итоге находил какие-то оптимальные, потому что не справлялся с первого раза. Ну ладно, сейчас, мне кажется, мы справимся. Давайте вот такое небольшое разделение сделаем, одни пулеметчики на одну ветку, другие на другую. Так, нижним пулеметчикам пехотинцев в поддержку, а то их так быстро забьют у них все-таки. Они очень хорошо бьют огнем на подавление, но способность-то не сразу работает, она время от времени откатывается. Так, потеряли одного пулеметчика. Ладно, все это ерунда. Вот все-таки аптечки прокачаны, да, у нас сейчас на максимум, но не сказать, что они много восстанавливают. Вот я заметил, да, там пехотинцев что-то 120, что ли, они восстанавливали, но пулеметчику 185, а враги со своих гранат, ну, вон там, по 112 наносят урона. Интересно еще посмотреть, сколько бы они восстанавливали здоровья при специалисте, который увеличивает силу аптечек. Так, ну вот и все, отлично, друзья. Последние враги повержены, осталось, давайте, ребята, прибавьте шагу-шагу левый и правый, осталось дойти до флага. Забираем флаг, забираем наши жетоны и дальше пошли у нас миссии посложнее, да, уже на два жетона. Так, ну, начинаем с миссии большие пушки. Эту миссию я помню и сказать, если сказать честно, то я с ней не с первого раза справился. Переигрывал ее, по-моему, раза два, ну, и в итоге прошел тем способом, который вы видите сейчас на экране, то есть я шел по дальней линии от вражеской артиллерии, чтобы, ну, она не доставала до моих войск и высаживал войска сразу. До этого я пробовал, знаете, такую высадку тоже через левый нижний угол, но сначала я отправил один отряд на растерзание, да, пехотинцев, а потом дал врагам собраться в кучу и уже отправлял отряды пулеметчиков, чтобы они разбивали сразу большие группировки врагов, ну, кстати, там почти прошел, но вот чуть-чуть не хватило. Кстати, еще как вариант можно было бы попробовать, ну, с учетом силы моих войск, просто сделать изначально прямую высадку на вражескую артиллерию. Я думаю, ребята бы дошли и уничтожили ее, ну, и, может быть, это было бы более простым вариантом прохождения, потому что вот сейчас, если досмотреть до конца, мы все-таки на последних граммах здоровья победили, могли бы и проиграть. Ну, вот обходим по углу, может быть, все-таки преждевременная была высадка солдат, потому что, смотрите, они достаточно быстро продвигаются вперед и уже скоро войдут в зону обстрела вражеской артиллерии. Да, вот она начинает стрелять, ранит наш танк. Пока вражеские войска отвлекают наши соединения, по ним стреляет артиллерия. Вот уже и танки не так хорошо себя чувствуют, да еще и на минах подрываются. В общем, казалось бы, что мы уже должны проигрывать этот бой. Танк еще одну мину собирает. Просто танкам нашим повезло. Мы тут вроде, я бы даже сказал, выиграли всем чертям на зло, потому что, ну, посмотрите, какой ужас сейчас творится на поле боя. Мы уже должны были бы проиграть. У нас осталось-то всего ничего войск. Три пулеметчика, да, четыре пулеметчика, один танк. У врага еще есть войска, тут еще есть мины. Подходим к вражеской артиллерии. У нашего танка почти не осталось здоровья. А кроме танка, артиллерию, наверное, и сносить некому. Пулеметчики долго бы с ней разбирались. Но вот ей остался еще примерно один выстрел нашего танка. Артиллерия вражеская отвлекается на пулеметчиков, танк не задевает, и, собственно, это нас и спасло. Добиваем артиллерию и последние войска противника. Ну и тут до флага рукой подать можно даже и не ускорять. В общем, вот такие вот, ребят, результаты. Не помню, как-то, по-моему, когда я первый раз проходил эту миссию в прошлом ивенте, я пытался как-то от обороны сыграть, минометчика использовать. Даже не помню. Но помню, что было тяжко. Так, друзья, еще одна миссия. Блэкаут. Помню, очень с большим трудом я с ней справлялся, когда проходил этот ивент в первый раз. И основная, ну, основная тяжесть для меня была в том, что у меня был скат, ну, довольно слабо прокачанный скат. При максимальной прокачке вот эти вражеские БМП с одного ската уничтожаются. А я мог их только подранить, и то, даже, по-моему, меньше, чем на половину здоровья, уже и не помню. Но помню, что было тяжело. Было тяжело, и скат был, ну, такой начальной прокачки, слабенький. Так, ну, вот просто все войска отправляем в одно место. Давайте еще скат используем, вот, и нету двух БМП у врага. Да и по войскам маленько прошлось лягушкой. Даже, не знаю, по имиджу, наверное, раньше надо было высаживать, а теперь уже как-то не то. У нас танк там среди войска отстреливается и взад, и вперед. Ну, хорошо, что войска прикрывают и тылы, и танк у нас почти не страдает. Так, ну вот все. Похоже, остались на поле боя последние войска врага. Ну, и я думаю, нам тоже не понадобится высаживать какие-то дополнительные боевые подразделения. Те, кто на поле боя, справятся. Маленько ускоряю, потому что тут большой крюк нашим воинам пришлось сделать. Танк выходит на неприятеля, те его уничтожают, но пулеметчиков у нас, конечно, остается еще прилично. Доходим до флага и забираем еще два жетона. Ну, и таким образом, друзья, у нас остается еще три миссии, которые можно пройти в этом видео. Проходим миссию утепления. Ну, я помню, когда первый раз я проходил миссию, я вроде еще вот через этот угол действовал, только отправлял туда еще и снайпера. В этот раз проходим только своими войсками. Давайте сразу-сразу танк отправим, пускай он как можно больше поучаствует в бою с самого начала, пускай стреляет со своей пушки, разносит сразу кучу врагов. Наверное, самое приятное, что вот в этих ивентовых миссиях у врагов нету анестетиков, да? Второй танк, еще отряд пехотинцев. У нас вот и есть хат, но я не уверен. Мне почему-то кажется, что здесь у врага техники не будет, только целые кучи... целые кучи пехотинцев. Поэтому, наверное, с этой миссией было бы здорово справляться с помощью джипов, если бы они были у меня прокачаны. Ну, в целом, я вот вспоминаю, как я первый раз проходил эту миссию. По-моему, там тоже все было на последнем издыхании. Особенно меня волновали вот эти вражеские войска в белых штанах. Они мне казались тогда просто очень жуткими, наносящими огромный урон за короткое время. Наверху у нас осталось два пулеметчика. Они, мне кажется, долго не проживут. Там еще один отряд у врага должен выйти. Да, это вот эти ребята в белых штанах. Страшные и грозные ребята. Ну, ничего, у нас сейчас два танка в центре. Они, да, они справляются. Им осталось только добить этих белоштанных ребят. Один залп, 600 урона. Ну, неплохо. Так, ну и все. Последний неприятель. И самое приятное, что никакой флаг собирать не надо. Как только добьем, так и миссия закончена. Отлично, друзья. Еще два жетона. Ну, так. И у нас тут есть награда. Так, давайте посмотрим. Набранные жетоны в ходе событий 11 штук. Получаем самоходную гаубицу. Неплохо такой. Приятный бонус. И за максимальное количество жетонов, вот за 27, мы получим две гаубицы Т-97, два отряда свободы и два ракетных комплекса Родина. Ну, вот это уже шикарно. Это уже, знаете, такой большой стимул проходить ивент. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Итак, миссия абордаж. Ну, помню эту миссию. Да, не с первого раза ее прошел, но не назвал бы ее одной из самых сложных. В принципе, справился с ней более-менее легко, когда проходил ее в первый раз. Но сейчас, я думаю, будет еще проще. Давайте сразу два танка. Вот, правда, танк у нас как-то сейчас опасно выходит на передовую. Его даже прикрыть неким. Сейчас выпустим второй танк. Вот, пускай и прикрываем друг дружку. Вот у нас на низу танк вообще почти на спот заехал. Это вот моя оплошность, что я его так выпустил. Сейчас же будут белоштанные ребята появляться и сразу закидывать его своими гранатами. Да, у него вот уже почти не осталось здоровья. Так, даже не знаю. Ну ладно. Высаживаем в спину подходящим врагам пихоту, чтобы они хоть как-то их сдержали, а иначе бы те на танки пошли. Ну и вот танк подъезжает, помогает всех раскидать. А у нас тут тем временем появляется вражеское БМП. Так, появляются еще белоштанные ребята. Но можно, наверное, всю эту братью накрыть одним скатом таким хорошим. БМП не стало, Васька маленько подранила. Но в целом, я думаю, мы бы и без ската в принципе справились бы. Ладно, забираем наши два жетона. У нас еще две миссии, которые мы можем пройти в этом выпуске. Еще одна миссия у нас там надо ждать сутки. Опять же, вот это, да, миссия, в которых надо ждать, прежде чем проходить. Ну или золото заплатить. Так что, ребята, еще две миссии, и мы закончим это видео. А оставшиеся миссии оставим на следующий выпуск. Кстати, вот с этой миссией мне пришлось уже попотеть. Несколько раз я тут делал высадку. Я изначально взял артиллерию, потому что потому что само название миссии я его помнил, а это уже значит, что видно, когда-то я с ней неплохо попотел. Я даже не помню, может, я с ней не справился, когда играл в первый раз. У меня ведь тогда и артиллерии не было хорошей. Ну, а может быть, с помощью каких-то кредитных войск все-таки прошел. Скорее так. Так, ну что ж, артиллерия стреляет, пулеметчики прикрывают, в целом все неплохо. Можно тут, наверное, попробовать пихотинцев отправить, чтобы подрезать БМП из РПГ. Наверное, вот этот отряд врагов мы сейчас трогать не будем, а скатом ударим по тем, кто появляется в тылах. Вот так вот отдавать. Всех Белоштанных два. Смотрите, даже не всю технику уничтожить. Так, ну у нас войск почти не остается, ребята. В целом-то нам показывают неплохой перевес, но это благодаря тому, что у нашей артиллерии много здоровья. Так, давайте, штурмовики отлично бьются за РПГ. Так, еще один отряд. Давайте, ребята, массировано мы теряем нашу артиллерию, но враг, враг уже, можно сказать, разбит. Что же, замечательный результат, друзья, но могло быть и проще все, да, все-таки я эти миссии сейчас прохожу без специалистов, и, наверное, если бы у меня где-то встретилась трудность, то я бы уже использовал специалистов. И, друзья, последняя на сегодня миссия на два жетона, это миссия амнистия с ней, я тоже попотел, прошел не с первого раза, может быть, там раза с четвертого. Также у нас здесь есть артиллерия, минометчик, действуем от обороны, потому что у рога есть тоже две гаубицы, и желательно туда слишком вперед нос не сывай. вот видите, там кто-то из войск вон выбежал пулеметчик чуть-чуть вперед, ему сразу гаубица подрезала крылья. С другой стороны, иногда хорошо, да, отсылать войска чуть-чуть вперед от себя, чтобы они хотя бы сдерживали натиск врага, не давали им подходить достаточно близко, чтобы бить по нашей гаубице. Вон там на низу у нас такая массированная высадка. Давайте, пулеметчики, остановите их. Не знаю, у нас есть скат, но там вот сейчас будут выезжать еще гаубицы у врага, я думаю, оставлю скат на этот момент, нежели чем сейчас тратится на всякие БМП. Есть еще один танк, блин, и мы потеряли, мы потеряли гаубицу, друзья, так рано потеряли. это может так, вот, отлично, скат на две гаубицы вражеские, но очень жаль, что он их не уничтожает. Вот если бы взять тут какой-нибудь снаряд помощнее, например, тот же, да, комплекс родина или орбитальный удар, можно было бы сразу вынести эти вражеские гаубицы. Так, и у нас есть второй скат, не знаю, кого бить, вот ударил гаубицу поближе, а надо было, наверное, все-таки дальнюю выводить из строя, эту ближнюю все равно бы пехотинцы дошли, с РПГ закидали. Ну, не знаю, у страха глаза велики, вот пытался как можно быстрее кинуть. Так, что у нас тут на низу? На низу уничтожаем гаубицу, остается одна гаубица наверху, наши войска подходят, но она бьет по ним, сдерживает, гранатка, отлично, у нас остается только пулеметчик танковать и пехотинец бьет. Так, а что, по пехотинцу она бить не будет, да? Ну, что же, друзья, вот такие вот результаты, подошел вплотную к вражеской гаубице, она стационарная, никуда не отъезжает, и поэтому уже понятно, что нам осталось ее только добить и миссия пройдена. Так, что на этом я с вами и попрощаюсь, с вами был 1101, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok